так поэтому у нас на пробок пройтись еще быстрее чем обычно записи почему очень демонстрации крана демонстрации записи есть сегодня у нас длинная арифметика и эта тема у вас уже была она у вас была на первом курсе когда вы писали класс big integer и там на самом деле уже почти совсем познакомились были то я посмотрел задание которое у вас там было там и было и умножение нужно было сделать и деление вот хотелось немножко подробнее об этих алгоритмах рассказать и вот к делению у меня есть большие вопросы потому как его правильно делать вот сегодня его тоже обсудим и так что такое длинная арифметика это на бал алгоритм для прозрядной работы с числами произвольной длины это вы уже поняли когда писали наверно выбирается основание c число больше 0 обычно выбирается из-за того что там компьютер умеет эффективно работать с числами в некотором диапазоне там есть раньше был супроцессор ну и просто есть процессор которым довольно эффективно реализовано умножение деления целые числа диапазоне 0 до 2 в 32 минус 1 или знаковые целые числа но для компьютер это не особо важно вот и ну в современном мире можно использовать диапазон от 0 до 2 в 64 минус 1 вот произвольное число имеет коэффициенты некоторые а 0 1 и далее а и минус 1 можно считать что они работают в кольце целых чисел от 0 до до c до c минус 1 включительно сложение устроено очень просто мы складываем просто все по очереди коэффициенты и важно что тут есть переполнение нам про него не забывать одно переполнение оно сказывается на там максимум 1 единичка эта единичка может дополнительно добавится к к сложению следующих двух коэффициентов более старших важно понимать что эта единичка она не может повлиять на переполнение то есть если переполнение у второго коэффициента при сложении церковь центов не было то она может появиться поскольку эта самая единичка добавится да конечно вот но не может случиться так что переполнение было единичка а в какой-то момент в других местах переполнение может стать двоечка такого быть не может почему потому что те два числа которые здесь складываются они от каждый концент он строго меньше чем c то есть как максимум c минус 1 минус 1 поэтому их сумма будет не больше чем 20 минус 2 а дальше переполнение с предыдущего шага равное не больше чем единице да но даст не больше чем 20 минус 1 поэтому максимум опять единичка переедет следующий разряд про знака вычитания есть разные способы хранения знака чаще всего используется просто отдельным флагом потому что это сильно упрощает умножение и деление но просто получается что для того чтобы сложить число нужно будет тогда отдельно сделать вычитание это сейчас про второй кнут рассказывать зато умножение и деление очень простое мы просто знак отдельно перемножаем если 230 это при умножении будет положительный таки такого как бы к ссором знак первое число 1 2 и получаем знак результата складывать нужно тогда вычитать тогда нужно будет учиться потому что если мы у нас есть положить некоторое число и слов со знаком то нужно вычитание делать будет отдельно вот есть еще другой вариант где если вам требуется допустим сделать только вычитание и сложение в арифметике длинных чисел то может быть не имеет смысл хранить знак виде отдельного флага возможно сделать фиксированный диапазон чисел и допустим уже числом если у вас более того если у вас число не не обязательно произвольно для меня это ограничены и вам не жалко хранить весь вектор всех коэффициентов то можно хранить числа как они хранятся внутри компьютера а именно отрицательное число целое целое отрицательное число но это его отрицание то есть все битики заменяем на противоположные плюс единичка вот так что еще сказать ну и тогда все операции сложение вычитание сводится к тому что мы делаем в какой-то момент отрицание либо либо нужно такое хранится отрицательной и просто автоматически складывается все будет работать из коробки главное чтобы они там были фиксированной длины и что определить знак проверить больше нуля или меньше нуля нужно просто будет проверить самый старший бит обычно умножение так вот в умножении тоже я так понимаю все это разбиралась на семинарах и в задании нужно было делать умножение которое быстрее чем за n квадрат точнее чем за n умножить на m вот конечно же есть классический вариант когда мы можем перемножать все возможные всех все коэффициенты все а и акаты на b и минус ката и складывать пока и получать очередной коэффициент это умножение работает за от n умножить на m потому что для каждого чтения каждого очередного коэффициента нужно ну прям по-другому складывать почему нам это нужно сколько здесь будет внутренних перемножений и будет ровно столько сколько всевозможных пар процедений у нас здесь бывает а их всего n умножить на n сложение будет чуть сложнее посчитать вот но именно коэффициентов будет таких вот произведений вычислено всевозможные варианты вот и есть разные алгоритмы вот например алгоритм карацуба есть мира много но немного есть какое-то семейство точных алгоритмов которые умеют вычислять произведение двух многочленов за какое-то время более быстрее чем n умножить на m если m и n равны тот быстрее чем за n квадрат вот алгоритм карацуба делает это за n в степени логарифм 3 логарифм 3 по основанию 2 там у него есть разные реализации этого алгоритма точнее разные идеи как можно его сделать есть другие алгоритмы которые делают это быстрее у них асимптотика лучше но может быть константа больше и они тоже точные есть еще алгоритм фурье который умеет вычислять произведение двух многочленов за n лог n но у него страдает точность он делает это через переход к числам с плавающей точкой через через минимуме числа и работать с экспонентой поэтому там есть потеря в точности вот и но зато приближенные значения произведения двух многочленов двух двух чисел можно получить за n лог n так вот как работал горитм карацуба здесь стоит разделить отдельно алгоритм карацуба для длинной арифметики и алгоритм карацуба для многочленов здесь пример идейно как сделать алгоритм умножения для двух чисел сведя его к умножению чисел в два раза меньше и разрядности допустим у нас были там разрядность 6 вот сидим ее к умножению чисел разрядности 3 нас есть два числа вывести пятизначные четырехзначные вот чтобы их перемножить нужно вычислить три прежечных коэффициента вот давайте возьмем метод разделяя и властвуй основание там основание диапазон там 10 6 получается на 10 седьмой здесь шестой здесь шестой разделим на два значит у нас есть 10 в третьей значит старшие и младшие коэффициенты при 10 в третьей при этой тысячи можно перемножать тысячи 12 на 6 можно перемножать 345 и там 789 единицы и перекрестный перемножить если перекрестный перемножить и просто сделать все лоб то мы опять получим со мной n квадрат а экономия здесь можно получить вот где этот коэффициент который будет старший да там и младший произведением единицы произведения тысяч его вот эти результаты можно использовать при вычислении коэффициента который будет в перекрестном здесь вот старший мы получили который будет при миллионе да здесь младшие который будет при единицах и будет еще какой-то перекрестный размер каждого из них тоже 10 6 то есть здесь 10 6 10 10 6 и 10 какое-то перекрестное и вот они относительно друг друга сдвинуты на 10 в третьей и вот тот который перекрестный в его вычислении можно сделать не два умножения а можно сделать одно умножение и дополнительно сложить или вычесть коэффициенты которые были использованы при умножении там 12 на 6 345 это просто следует из простой формула произведения двух разностей когда мы берем произведение двух разностей до x0 минус x1 и y0 минус y1 когда мы вычисляем их произведения если раскрыть скобки будет соответственно попарные произведения x0 на y0 который уже было вычислено и x1 на y1 и поэтому да и останется и останется то самое попарное произведение которое нам нужно сумма двух произведений в данном случае x0 на y1 и x1 на y0 вот мы их тут как раз и получим поэтому здесь нужно сделать еще одно дополнительное умножение сумме будет всего сделано три умножения рекурсивных и получен результат но нужно будет еще сделать дополнительный скобка сложений и здесь сложение разной размерности вычитания здесь вот вычитание размерности уже у половиненный а здесь вот сложение вычитания в каком-то смысле не у половины наоборот даже удвоенные да потому что нет здесь как раз размерность 10 6 будет для сложения вычитания но потом эти вот коэффициенты c0 c1 и c2 когда они будут складываться да тут нужно c2 взять с сдвинутым на 10 6 с 1 сдвинутый на на 10 3 а c0 взять просто скобки единичный и сложить их аккуратненько то получится ответ это вот идея алгоритма карацуба и здесь переполнение возникают сложение именно в самых конечных сам конечном сложении здесь и вот здесь вот эти двух сложениях и вот просто нужно за ним следить а если мы хотели бы просто вычитать произведение двух многочленов то можно делать аналогично есть значит один многочлен есть второй давайте считать что степень одинаковый и n равна 2 степени к если не так то мы добавляем нулями и так работают алгоритмы карацуба они точно также деле это две части есть деление которым сегодня будем рассматривать на младшей и старшей степени но можно рассматривать деление на четной и нечетной степени там будет в каком-то смысле аналогично это удобно в такая штука у нас будет использоваться в быстром преобразовании фурье когда мы будем использовать четной и нечетной степени там будет интересно как так магически получается что там будет существенно меньше кода писать если сделать его через четной и нечетной степени объем кода не зависит здесь именно математически формулам будет ну короче про четной и нечетной степени сейчас поговорим когда будем обсуждать быстрое преобразование фурье так ну вот взяли два многочлена степени 2 степени к как можно перенажать есть определение на младшей и старшей степени тоже два варианта которые хотелось бы сегодня обсудить это вариант 1 когда мы вычитаем учимся вычислять квадрат и вариант 2 когда мы учимся вычитать произведение вот как было самом начале вот зачем нужно учиться вычислить квадрат потому что получается похоже что получается чуть меньше сложений когда мы берем зачем как как из как нам по квадрат поможет вычислить итоговое произведение итоговое произведение это а умножить на б да вот если взять 4 а умножить на б это его можно представить виде произведения в виде разности двух квадратов нужно сделать одно полное сложение а плюс б одно полное вычитание а минус б каждый из них рекурсивно ну просто не рекурсивно просто каждый из них к засти в квадрат полные два многочлена и вычесть одно из другого и потом разделить на 4 после этого у нас все хорошо очень делать ничего не нужно то есть мы сводим задачу председение двух многочленов к вычлению двух квадратов многочленов теперь как сделать вычислить квадрат многочлена его можно вычислить следующим образом берем делим на старшей и младшей степени здесь вот x1 x2 и тогда x квадрате это что такое это вот младший член x 1 в квадрате старший член 2 в квадрате на x степени и что будет при x степень n пополам вот там будет 2 x 1 x 2 вот это 2 x 1 x 2 можно получить как квадрат x 1 плюс x 2 из него вычесть уже вычисленные квадраты x 1 в квадрате x 2 в квадрате вот это вот самое вычисление получается сводится к нахождению трех рекурсивных квадратов x 1 в квадрате x 1 плюс x 2 в квадрате и x 2 в квадрате вот мы делаем три рекурсивных вызова здесь у нас будет три сложения массива длины n пополам давайте посмотрим где здесь уже полный квадрат да вот здесь одно сложение здесь второе нормально же три раза x 1 x 2 их сумму позволен да вот это одно второе третье три вычтения здесь я кажется ошибся просто каждый из них он будет после возведения в квадрат иметь размерность все-таки м я здесь ошибся кажется я имел дышу здесь n таких вот сложений которые размера n и два сложения вот это вот и вот это вот размера 2n сейчас подождите здесь все-таки не совсем правильно я написал это важно потому что хочется объяснить почему использование вот таких квадратов она чуть-чуть выгоднее может быть если у вас n большое то на этих сложениях можно сэкономить если делать карацубу не вот а именно через квадраты так давайте посмотрим здесь все-таки н н и вот надо бы картинку нарисовать какой будет результат потом у нас будет результат размерности висит n до x 2 в квадрате это старше и потом половинка еще одна половинка так или или все таки не нужно скетчер самая как как но как так так где нам хотел вот что у нас есть некоторый размер есть еще есть еще но не немножко когда он конечно не пересекаются у нас на самом деле вот здесь x1 квадрат x2 в квадрате верхняя и нижняя строчка средний коэффициент вот это вот самое произведение сумма разных трех квадратов это вот это вот это коэффициенты при многочтении от x степени при иксах от x степени n пополам до x степени до x в степени 3 n пополам это конечно я долго тут мучиться работать не просто скетч который там был он испортился ладно ладно я не понимаю что происходит и control z не работает ладно все так что я хотел сказать что здесь у нас сложение получается одно что вот это вот n пополам да здесь у нас получается один n пополам еще n пополам при вычислении каждого из этих коэффициентов там мы просто рекурсивные вызовы а здесь у нас сложение x1 плюс x2 x1 имеет размерность n пополам вот здесь вот одно вот все я понял видишь ошибка здесь вот одно сложение n пополам а если мы уже складываем результаты не складываем квадраты здесь вот три сложения n размерности n 1 сложения и 2 сложение размерности n вот поэтому здесь два сложения размерности n одно сложение размерности apual а вот эти два сложения вот они тоже размер нацену пола а потому что складывая здесь эти коэффициенты x1 квадрате и следующий до на нужно только n пополам реальных сложений коэффициентов мы перемножаем многочлена, здесь никаких переполнений нет, поэтому даже если бы были, там было бы плюс единичка максимум. Вот. Вот откуда берутся три сложения массивов размера длины n пополам и два сложения массива длины n. Значит, вот у нас есть наша асимптотика, и там по основной теореме об асимптотиках мы получаем как раз O от n в степени логарифма 3 по основанию 2. Так, дальше. Вариант второй. Тот, который был вот в алгоритме Крацуба здесь. Используем метод «разделяя властвы» и учимся перенажать, используя предыдущие значения. Здесь нужно каждый раз, здесь написано только средний концент, нужно вычислять C0 или C2. C0 или C2 – это просто рекурсивный вызов, там нет никаких сложений. Интересно посчитать отдельные сложения, которые сделаны вот здесь. Что здесь будет? Вот. Сама длина вот этого вот смотрим, да, как у нас здесь все выглядит. Мы используем C0, C1 и C2. Они вычисляются как… Они имеют размерность N, исходную размерность исходных многочленов. Сдвигаются, складываются они со сдвигом N пополам. Поэтому у нас здесь будет одно сложение N размера длины N пополам, второе сложение длины N пополам. Так, дальше. Третье сложение длины N пополам и четвертое сложение длины N пополам. И остаются нам два вот этих вот сложения, и они оба размерности N. Поэтому здесь три рекурсивных умножения, четыре сложения и два длины N пополам, и два сложения длины N. Можно здесь, конечно, это все убрать и написать, что здесь 6 сложений, ой, не 6, 2, 2, 2, 4, 8 сложений N пополам, а вот в предыдущей версии было 7 сложений длины N пополам. Разница совсем небольшая, тем более здесь только сложения выполняются. Рекурсивное умножение будет выполняться там и там одинаковое количество рекурсивных вызовов. Вот. Но вот этот вот коэффициент, получается 7 и 8, он может играть некоторую роль, когда у нас N довольно большое. Поэтому способ с квадратами используются. Вот. Какие есть еще точные алгоритмы умножения? Есть, значит, это вот асимптотика, алгоритм 3 по основанию 2, ее можно улучшать, если делить не на 2 многочлена, а на k. Многочлена. Вот есть алгоритм, это вот такие алгоритмы ТООМа, они вот есть алгоритм ТООМа 3, алгоритм ТООМа 4. У них степень при N в асимптотике, она будет лучше. Вот ТООМа 3, это N степени 1,465. Тысячных. На 4 части, если делим, то 1,408. Надо, конечно, было здесь еще логарифт 3 по основанию 2 написать тоже приближительно, чтобы понимать, что здесь будет. там будет точно больше, чем полтора. да, потому что полтора, это 0. Так, переходим к делению. У вас уже остается мало времени, остается буквально 2-3 минуты, чтобы вы успели зайти в прокуринг. И я тоже успел зайти туда. Так, как устроить деление? Деление, вот есть простой вариант, который наверняка многим из вас реализовывался в первой части. Я не знаю, срывали вас за это или нет. Можно найти такое С. Ну, что такое деление? Это найти такое С, которое будет удовлетворять неравенство уравнению, что А равняется БС плюс Р. С найти частное. И есть еще остаток, можно отдельно остаток искать, если хочется. Оно обычно в процессе деления автоматически получается, его можно довольно, ну, бесплатно получить. Каждый раз мы выполняем подбор очередного бита. Это вот самый простой вариант, который многим понятен и известен. Мы просто берем вначале какой-то старший бит, С. Можно его сразу подобрать, что этот бит будет не больше, у него будет номер не больше, чем старший бит А, деленный на старший бит В. Но там можно подобавлять единичек или почитать, чтобы сразу получить какое-то число снизу. Дальше, что мы делаем? Мы читаем, просто каждый раз занимаемся тем, что мы читаем число B, сдвинутое на этот самый очередной номер бита. То есть B, сдвинутое на К, есть текущая остатка АИТ. То есть B, умноженное на вот этот самый 2 вкатый. Умножение такое делается дешево, потому что это сдвиг всех разрядов. Но если изначально у вас размерность некоторая N, C, константа, по которому по основанию мы делаем, это 2 в 32 или 2 в 64, то по сути у нас мы могли бы на самом деле пользоваться лучше делением. А здесь мы делаем вычитание, которое не пропорционально длине массива в штуках коэффициентов, в количестве вот этих вот АИТ. А оно пропорционально вот, оно равно умножению этого числа коэффициентов на битность C, то есть на 32 или на 64. Это довольно большая константа, от нее, конечно, хочется избавляться. И вот вопрос, как можно подбирать сразу несколько бит. Можно делать, естественно, метод деления пополам, но лучше сразу делать правильно. Отдельно нам понадобится функция умножения на число x на число в диапазоне от нуля до c. И что будет, что можно делать? Ну и сам сдвиг, конечно, тоже нужен. В шаге алгоритма подбираем старший и значимый бит остатка сразу несколько штук. Как это делать? Мы берем сразу допустим, если у нас разрядность 32, то мы берем старшие 32 бита исходного числа из текущего остатка и подбираем и берем старшие биты делителя в количестве половины. То есть берем их 16 штук. 16 старших битов. И потом, когда мы берем число, у которого разрядность 32 и делим на число, у которого разрядность 16, то мы получим число тоже разрядности 16. Плюс мы знаем текущие сдвиги, где эти биты находятся. И таким образом подбираем сразу следующие 16 бит. Тут есть опасность, что мы можем подобрать и число, оно будет слишком большим. мы превысим некоторые значения. Более того, если мы возьмем эти биты, подобранные, и домножим на делитель и вычтем, то мы получим, может быть, число не которое не просто будет меньше нуля, оно будет меньше, чем даже минус делитель. То есть можно существенно промахнуться. Чтобы этого промаха не было, надо в этом было написать, чтобы этого промаха не было, надо старшие биты найденные у текущего остатка делить не на старшие биты исходного b, а на старшие биты исходного b плюс 1, чтобы заведомо получить число, при вычитании которого домноженное на реальный b, потому что в реальном b есть хвост. Вот этот хвост при умножении на то, что там получится, он может играть существенную роль. Поэтому лучше чуть-чуть перестраховаться и добавить к старшим битам b 16, количество 16 штук единичку. Это будет сделано один раз, мы эту единичку добавим, и будем всегда это число использовать 16-битное для того, чтобы получать очередные биты в делении. И тогда будет гарантия, что мы не вычтем слишком много и не получим число сильно отрицательное, меньше, чем минус делитель. Вот такая вот идея. Да, конечно, мы можем чуть меньше, чуть-чуть медленнее прийти к результату, и там, возможно, потребуется какое-то количество дополнительных действий. Я такую штуку делал, и на самом деле там сложность именно в разборе вот этих вот краевых случаев, когда у нас что-то осталось. Сейчас объяснить. То есть там нет гарантии, например, что если у вас есть, я это делал для реализации 128-битных целых чисел лет 5 назад. Это единственный случай, когда... У нас минута до РК осталась, заканчиваем. В общем, здесь будет... И вопрос, кто-то еще проблем, я хочу два вопроса задать. Во-первых, это будет в РК? Ой, в РК в каком-то, в контесте будет задача на это? Я видел ваше сообщение в ВКонтакте, я думаю, что... мне бы хотелось пока еще контест на стадии формирования еще не сексировал. Ну, просто у меня сообщение в Катам чуть про другое было, и оно срочное достаточно. Ага, Хорошо, я отвечу вам. А на этот вопрос я пока не могу ответить. А, все. Ладно, тогда иду на РК. Спасибо за субтитры.